в этом году сильно большое было урожай малыша веса на получилась мелкая но вкусно и я туда знаете как я не рассылаю но я все не смог продать косточки и много не заготовляет и все больше не буду с одной стороны когда торсы на русских каренгарина была потом она все-таки у нее срок жизни 20-25 лет это цифра литературная я подтверждаю да так есть потом деградация и топор но они же все из косточек вот я с большим трудом нашел чисто сладкую это ее потомки улучшал прививая першить и помните знаете как я заманил или на самом деле кратеризовать это мужикам уже бутылка каникул забылить а чем самолет молодой симпатичный умнейшая женщина из этого сам студентка госуниверситета как ее заманить а так подвести накануне красного диплом то есть попробую вот ее привозят рекалин мы идем по саду ракалин мой старый друг я уважаю ракалин сейчас должен уже руководить каким-нибудь не университетом ну почему он это да свое дело важно вот и прекрасный у него сад и прекрасный у него питомник и все на высшем уровне него этот уровень тысячу раз больше пользы принесет назначено этот самый прямо сейчас учитывая все у него есть образование как языка слова харизма вот все знания опыт необыкновенный вот это мастер во всех отношениях это казался что если он сам вопросе такой садич и которые у него посмотрите ролики но он мог бы понесить ползу в тысячу раз больше ну и дать ему у вас университет просто или на саду совесть которым привезла конец со мной личность 8 назад спокойно могла бы быть допустим завкафедра примеру я так вот это должно быть а пресс у меня как ходе по саду я выходить его угощу чисто сладкая весна больше помещается подводим ботова вишня а к ней сбоку в этот же корень привитый это персик вот это вишня говорит без привитого персика вот это с персиком почувствовали раз почувствовали вот так вот я заманивал себе друзья компаньоны в дочке и получилась этого мне мужика поэтому с помощью бутылки коньяков заманивает а вот это первая она уже вторая студентка боялся салат первое моя любимая юлечка матвеева тоже . это они а это она у меня вышла чем можно было посадить арсивной материал только косточки а теперь она продает это все уходит в лед или саженцы лучше можем а сибирь еще таланты не всем поэтому сама потеряла отправили когда все бросает уезжать себе тимофей надеюсь когда-то станет железо а сейчас на данный момент он просто будущий пятиклассников просто помогает мне вот это вот это его за ним подрабатывать уже на девочек деньги покупают что-то там что-то где-то делалось какой-то там как-то называется расчет гербарин узнала сколько там тысячи рублей вот это право вот этот наш мужик пятиклассник вот этой стоило тысячи рублей это я уже скрывал жалуюсь молодежь пошла об этом показалось мало он еще несколько литров вот эта вещь не собрал а дальше с комментариями улучшенная вишня на пронепь я снял вот теперь время мне спрашивают когда черешня становится спелой когда я клевать начинают я доверяю птицам вот это вот учеба с учебой как защитить от птиц я стараюсь делиться хотя бы 50 на 50 они прислали этот фотографии говорят а я вот так защищаю ради бога спасибо я буду показывать на вебинарах а может быть когда-то на книгу очередной попадет мы тут вспоминали процент к полу николаевича редактора трех них савинчили на саду господи умнейший человек талантливый и вот это вот сейчас может 35 новых их создать сиражом миллионок от него польза может быть как с автором моего поля с автор привод слышать молодой порядочный воспитанный образованный не таких людей сейчас наше время когда смотришь на этих выпускников которые еще и синяя по не обколты это обдолбанно страшно становится а вот молодой вот мы сегодня вот мы сегодня его вспоминали а вот и все этого команда да в эту тебе языку железово сергея ладно проехали а я коплю фотографии недавно еще несколько сотен фотографий сказал присылайте не знаю зачем сюрприз она готовит очередную книгу вот учебная фотография видели вот так спасать и черешня от птиц вот так я спасал интересно что здесь слева шелковица так а справа вот это через черешнюю птицы смололи мгновенно а очень шелковица была через две-три недели вот я в магазин дайте мне вертушку далее повесил эти малейшие дуновение она уже крутится как бешеный удачное решение короче в прошлом году я по запросу в году шелковица восстанавливалась после моих обрезок продажных вот этих жадных то есть я коричал дерево по запросу в прошлом году был уже приличный урожай птицы съели ни одной не ставили вот вертушку повесил будем считать учебных снимок в этом году я все-таки поел шелковица это крыжов никола тенкова это фотография учебная берете дожидаетесь середины сделано было неделю две назад то есть середина июля вот эти ветки практически надо целиком срезать оставлять постольку для развития а это все срезается укореняется как я вас учил вот это одна из прекрасных от души подарков юрия васильевич латинкова мне же вот это милникова юлия сергеевна прошлый год был страшный год засуха невероятная поэтому густых зарослей не получилось хоть что-то хоть оправдать вот то что приходилось чуть ли не каждый день из-за дикой жары бегать поливать бегать поливать ездить все обращать вот вот она шелковица ну подумаешь тысячи рублей да это все больше нет это шелковица это ее персик но я сейчас сделал свежую фотографию эту фотографию на месяц назад они мощь хорошо стали расти потому что дожди идут регулярно как по расписанию схожесть плохая причина тоже еще раз значит я где-то здесь даже написал засуха наступает смотрите всегда надо заглядывать чуть чуточку вперед смотрите 6 стран европейских у которых долгое время стояла температура 40 до 50 градусов тени вот у которой это сгорели пассивы то есть они остались без собственных фруктов и вот овощей овощей вот и этих тоже злака и всем все прочее 6 стран они соединились в кучку и написали меморандум в адрес всего мира в адрес это было отчаянный шаг это свежие это все правда это не петь вот что все пора садиться и принимать меры настоящие меры против идет страшная 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 засуха страшная жара по всей планете она действительно идет первое дождь прошел в Гренландии ну что такое Гренландия это чуть ли не полюс холода это северный полюс холода не зря там большая часть льда скопилось несколько километров льда вот это везде и всюду да плюс еще бывает как все наоборот могло затопить арабские эмираты где всегда бывает одна пустыня и жара и все это случилось и в сумме получается идет впереди невероятное климатические изменения то есть потом но наши надо злорадствует у нас есть сибирь она только что станет потеплее немножко и у нас будет сибирь как сейчас подмосковье или как на украине и мы не пропадем может так и будет там родятся другие проблемы которых мы сегодня не знаем у у нас же в этом значит минусинской котловине уничтожены 95 98 процентов яблони когда мы были первые первые не только в сибири а включайте сюда урал дальний восток и всю северную половину европейской россии мы были первые лучше яблоки невиданное неслыханное с урожаями 20 30 40 ведер вот бывало и 50 только никто их не фиксировал дерево все это погибло чертой матери причем быстро внезапно и вот получается чтобы завтра мы не знаем я вот так вот крести слава богу не трогает абрикос слава богу не трогает сливу хотя заметьте кругом идут эти кругом по всей россии гибнут деревья миллионами одну причину я знаю оставьте покоя до сих пор это убивать люди послушно берут секатор начинает деревья исправлять это одна а вторая это неизвестно как и вот получается следующее за сходу ступает каждый из нас что должен делать для того чтобы вырастить не только ау точно так же как моих родственников не пошла морковка вот такая свекла вот такая вот когда-то свекла балово а сейчас вот такая почему вода колодезная она соленая мертвая и еще один чай не растет и так вышло что у меня уже лиза под моим чужским руководством было посажено вот до этой грязки 50 абрикос сколько не взошло и в так это это когда-то тоже 50 костик это же половина не зашла вот это вода талая должна быть крайне в случае дождевая запасайтесь это каждый отдельно а если брать целом по стране вот смотрю нет нет москвич купит дом начинает строится купит девушку простоялись рядом строится вот так же и это это такое впечатление что у кого-то уже кто-то скоро чует ну вот так выглядит этот фотографий сейчас она много бусей это персик тоже осенний солнце с два раза бусей но не успеваем менять фотографии что будет осенью нервы не выдержали все нижние ветки я к нему не подходил естественно я не дурак и меня не проведешь чтобы тысячу первой публикации опять делайте метровый штамп вот просто нижние скелетные ветки я придавлю я уже так делал и вас учил я придавлю полежками ну так сделаю аккуратно чтобы они не гнили от земли ну аккуратненько чтобы они были это ну кое-что я вам покажу ну сами поняли нижние скелетные ветки будут под сегом сто процентов а это пусть себя растет если я вот это еще укрою верхнюю часть это можно можно заботать можно положить на землю вот то есть на бок ну вот тогда я уже не сервисами верхнюю часть оставляю на расправу а там у меня растут три мощных персика вот там сзади за машиной но я его их показывал теперь вот эти вот самые я должен помочь немного заработать вот потому что знаете что такое когда нет здоровья и нет пенсии тот самый средний случай я имею для такого здоровья чтобы шпалу укладывать но как принято у нас женщина значит полуклачивая сколько не кто-то на этот счет а так вот они как раз будут по пояс мощные прекрасные развитые со скелетом к осени и она уже нашла двоих по 10 остается еще 30 штук первого она продавала вы вспомните по 700 2 окажется по 800 а вы уже будете брать по тысяче кто-то опоздал я думаю 50-30 штук она продаст все-таки это деньги это же касается еще раз жимолости смородины крыжовника и ченеца манджурского прикоса какие они будут да я сегодня только фильм снял я подходил показывал вот эту роскошь вот эту вот и показывал вот такие вот в этом виде фирме нашел самого мелкоплодного манджурса который должен заменить патриарх это будет патриарх номер 2 но это потом значит вот это вот когда-то я усылал не помню кому вот уже все я уже практически перестал высылать бывает эти как если вы все которого я обязан подарить и вот я одна из таких фотографий и если свой человек опытный начнет получает такую посылку я то у юли закажут вот эти кто закажут они будут уже почти такие отрезайте полную курону прежде чем садить а или я скажу договаривайся заранее что ты ты отрежешь я отрежу потому что так жалеет так жалеет а потом будет дальше фильмы дальше вот этого вебинара вы видите как как люди промахиваются с покупками вот этих и самых некачественных саженцев длинными длинными полтора метра голый штамп это вообще никуда не годится вот ну и по теме эту фотографию присылал кто-то из вас теперь про самоплодность мне я всегда реагирую сразу и не откладываю как мне вопрос задали кто-то из нас а если один персик он будет продолжить я бодро ответил да будет человек обрадовался а я продолжил но лучше иметь 5-10 персиков потому что только взаимное пыление дает здоровье самоплодность имеет палка эта самоплодность это очень плохо вот из этого нескольких поколений один может косточку взяли вырастили опять один опять с плодами но деградация неизбежна то есть самоплодность это хорошо не без персиков остаемся с другой стороны плохо только перекрестное паление дает здоровье вспомните овечка доля стрелка преждевременной смерти вот это я фотографию взял так вот смотрите я пытался сочетать сколько лежит косточек раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двадцать где-то не взошло а две взошло видите двадцать к двум или 10 к одному значит таким образом можно выявить самое ценное самое полезное это уже начало селекции вот я так написал это тоже селекция вот такие у самая моя племянница вели сергеевны и выписывать они первичный отбор а первичный отбор пройдет